Давайте я вам расскажу, чем Кубок отличается от всего другого привычного вам обучения в школе или в УЗИ, на курсах повышения квалификации и так далее. Как устроено традиционное обучение? Вы-таки приходите, вас зачислили в группу, вам дали расписание, вы приходите на лекцию и слушаете умного человека. Потом вам скажут книжки прочитать, и потом когда-нибудь, если повезет, вам дадут практическое задание для закрепления этих навыков. Кубок — это вообще не про это. Это как раз перевернутая история, когда во главу угла и вообще основой вашего обучения является выполнение практических заданий. Как устроен Кубок, что вы увидите, когда зарегистрируетесь, осмелитесь зарегистрироваться на Кубке мультимедийного вызова? Вам будут доступны конверты, но только они будут электронные, а не бумажные, как у меня сейчас. Вот конверты. На конвертах, на каждом из них, будет важная для вас информация. Во-первых, стоимость этого конверта. Вы, когда будете регистрироваться, вам дадут 300 стартовых баллов, из которых вы дальше можете выбирать. Вот вы можете взять только тот конверт, на который у вас хватает баллов в вашем рейтинге, в вашем кошельке. Вам дали 300, 100 на конвертике, вы его взять можете. А вот другой конвертик за 500, он уже вам будет закрыт до тех пор, пока у вас в рейтинге не накопится 500 баллов. Что еще важная, какая информация? Дедлайны. Через сколько, через какое время вы должны будете сдать готовую работу? Дедлайны отслеживаются автоматически. Никаким образом добежать и сказать, ау, я болел, не успел сдать, такого не получится. То есть платформа автоматически закрывает вам возможность сдать задание, если вы не укладываетесь в это время. Ну и плюс у вас будет рубрика, там люди, наблюдения, цифры, работа с документами. Вы сможете сориентироваться, какого типа задания вам предстоит выполнить. И вы не увидите полной формулировки задания до тех пор, пока конверт не возьмете. В этом есть определенный риск, в этом есть собственный мультимедийный вызов, что вы по некоторым коротким описаниям должны будете выбрать то практическое задание, которое возьметесь выполнять. И вы берете этот конвертик, вскрываете его, и вот там у вас будет уже формулировка полное задание. В каком формате сделать, в каком жанре, по какой тематике, что, собственно, является вашим творческим заданием. Вы берете это задание, и там же будет отдельная ссылочка на теоретический материал. Видео лекции, тексты на почитать, какие-то фрагменты из книжек. Как раз только специально подобранные такие материалы, которые помогают вам это практическое задание выполнить. Ничего лишнего, только то, что помогает вам сконцентрироваться на задаче. И таким образом теория усваивается гораздо лучше, нежели вы сначала почитали книжку, а потом что-то из этого практически закрепили. Вы берете задание, вы выполняете, сдаете на платформу и получаете обратную связь от жюри, от экспертов. А вот как раз о том, как отличается и чем отличается обратная связь на кубке от обычной оценки в школе и в университете, я расскажу в следующем ролике.